Данное видео я складовою частиною интерактивного навчального посебника с информационных систем и технологий в инженерии. Видеоадаптер або видеокарта. Забражение на экране будь-якого компьютерного монитора складается с крыхетных точек, что называются пикселами. Типовая для сегодняшних мониторов раздельная здатность предпочитает отображение больше миллиона пикселей на экране. Тоже компьютер должен вырешить, что и как делать с каждым из них, чтобы сформировать загальное изображение. Для этого нужен перекладатель, то есть что, что может держать двойковые данные центрального процессора и перетворить их на картину, которую вы видите. Такое перетворение, где больше, происходит в видеокарте. Инши назвы – это графичная карта, графичный адаптер, графичный прискорювач. За вынятком тих выпадках, когда есть возможность обработки графики в будованную материнскую плату, найчастейше перед всем и используется графичное ядро центрального процессорного пристроя. Основными складовыми частинами видеокарты есть, по-перше, объединение с материнской платой для обмена данными и поддержанием живления. Вот этот адаптер. Процессор, который вы решили, что делать с каждым пикселом на экране, на нем установлена система активного охлаждения, в данном случае. Бывают пассивные системы охлаждения, то есть радиаторы, бывают другие типы жидкостного охлаждения. Микросхемы памяти, что мыстят информацию про каждый пиксель, то темчасово сберегают сформованные картинки. Тобто операционная память самая выше на этих пристроях, используется вначале, а уже потом новинные типы операционной памяти потрапляют до стандартных видов оперативной памяти. Зъединение с монитором на экране, о котором можно побачить остаточный результат. На данном случае мы видим три объединения. Стандартные VGA, DVI и HDMI-розъемы. Тобто, в целом, можно подключить одночасно три пристроя. Например, два монитора – это проектор, або три какие-то монитора, или пристроя, которые могут формировать графическое изображение. У данных пристроях, как мы видим, не предбачено дополнительных креплений для додаткового живления. Иногда предбачаются додатковые типы живления. Швидкость видеокарты напрямую залежит от ее аппаратной частины. Список технических характеристик, которые больше влияют на швидкость, это, по-перше, тактовая частота графического процессора. По-друге, размер шины памяти – битность 64 бит, 128 бит, 256 бит. Чем больше это значение, тем потужнейше наша система. Обсяк доступной видеопамяти. Колькость вымеряется на данный час в гигабайтах. Чем больше гигабайт операционной памяти, тем лучше. Пропускна здатность шины памяти – гигабит в секунду. Швидкость, з якою информация оброблана графичным адаптером, поступая на материнскую плату, іншими словами. Швидкость перетворювача рамдак в мегагерцах. Деякі корыстувачі намагают сбейшлить продуктивность видеокарт за допомогу ручного подвищения рабочих частот деких компонентов. В цей процес, ведомый под назвою разъян об оверклокинг, зазвичай разгоняє тудиопамять, оскільки збільшень тактової частоты графічного процесора може спричинить його перегревання. Розгін може покращить эффективность работы та швидкость, однака він скасовує гарантию виробника на данный тип пристрою. Ми бачимо различні графічні інтерфейси. Старий АЖП-интерфейс, Акселерейтед графік полшт, і новинний PCI-Express роз'єм. Встановлюється у відповідні для цього на материнській платі роз'ємі. Графічних адаптерів може бути декілька на потужній графічній системі. Вони можуть працювати парно, наприклад. Дякую за перегляд!